Царь у небесной, Учитель для души истины, И живи здесь, и вся исполняй сокровища благих, И жизнь подателю предель всей церны, И очистен я всякие скверы, и спаси благо души наши. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни налево, ни направо От истинного понимания божественных слов Твоих. Прибудь с нами и в этот благодатный воскресный день. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Тимофея, святого апостола Павла, 2 глава, 21 стих. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, Освященным и благопотребным, владыке годным на всякое доброе дело. Толкование. Видишь ли, что быть золотым или глиняным сосудом зависит не от природы или вещественной необходимости, как думают манекеи, А от нашей воли. Ибо каждому возможно очистить себя, то есть совершенно освободить от глиняного и деревянного. И утвердить в себе золотое и серебряное произволение. Павел был глиняным, но стал золотым. Иуда был золотым сосудом, но стал глиняным. И так, если глиняные сосуды унижаются, то как апостол говорит в другом месте, сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Там он говорит о природе нашего тела, ибо как глиняный сосуд есть не что иное, как обожженная глина, так и тело наше есть не что иное, как земля, скрепляемая теплотой души. Здесь же апостол говорит о свободном произволении. Итак, глиняные сосуды негодны для руководственной цели Господа Бога, который хочет, чтобы все спаслись, хотя, как сказано, эти сосуды и представляются пригодными для иного употребления. То есть хотя бы и не настало время делания, однако он будет пригоден и готов даже на мученичество или детство. Ну напомню, впереди мы говорили о том, что в большом доме есть сосуды разные. Одни в почетном употреблении, а другие в низком употреблении. Понимаете? В доме есть поганое ведро, а есть ваза хрустальная, куда цветы ставят или кубок какой-то. И вот эти сосуды сравниваются с людьми. То есть люди тоже разные. Есть гнилые люди, подлые, злые, хитрые, коварные, злобные, а есть добрые. Так что, Господь одних так сотворил, других так? Да нет. И толковательно он говорит, это зависит от свободного волеизъявления. Вот сегодня братья нашим говорили. Что он говорит? Как ребенок над ним нянчится. Он и ребенок, и не ребенок. Вот ребенки наши сидят. Нянчиться с вами надо или не надо, ребенки наши? Вы взрослые уже или еще дети? Не знаю. Не знаю. Внимание нужно вам? То есть воля... Нет. Нет, нет. Нет. Да. Чтобы вас кормили или ты... То есть вы тверды такие, в воле прям... Че вам дьявол... Тихо. Дьяволу дать ответ отпор готовы прям всегда. Воля ваша твердая и непоколебимая. А вот брат наш, слабовольный. Поманили его пальчиком. Пойдем, брат говорит, выпьем. И он пошел. И приходится нянчиться, потому что сосуды... Вот он был в почетном употреблении. Честь ему такая выпала. За голубями ухаживать. Я вот сейчас там помесил по мясу. Честь мне выпала великая. Но однако, когда ты хочешь приедет, раз будет честненько, потому что сколько они убирали. Они и дохнут, может быть, из-за этого, что ли. Да за что ни возьмись, везде Миша все делал. Ну вот. Печку, Мишу, ведра. И вот здесь это тоже говорит, что не Господь одних сотворил, а вот Павел был глиняным, гонал в церковь, злобствовал, а стал учителем в церкви. Стал ловить христиан в ангельской сети. Иуда был золотым сосудом, то есть он был среди 12 апостолов, а стал предателем. А почему, сегодня читали тоже в храме, кто может сказать, почему Иуда стал предателем? Тихо, не подсказывайте. Я закрываю лицо, я не поднимаю руку, я против того, чтобы на меня наводили камеру. Выйдите. Убери. Он туда сядь в угол. Он туда будет указывать еще. Нет, я не указываю, я просто прошу. В угол села бы туда, сама-то села бы туда. Никого здесь не держат, говори. Иуда стал предателем, Может, потому что он хотел больше денег? Больше денег. Да 30 серебряных не такие уж и великие деньги. Так он же ящик имел деревянный, собирал. Там сколько накопил-то. Да, ящиков было много. Значит, сатана его все-таки через денежки. Близко, да. То есть, смотрите. Один грех цепляется за другой. Как вот птичка коготком увязывала и вот тут смолу. И вся потом. А хотя один коготок. Один грех он сделал. Потихонечку стал приворовывать. Ну, видать, немного, видать, был. Потому что был вор, а стал предателем. Предательство это еще. То есть, он встал на сторону врага, друга своего предал на смерть. Какие там 30 серебряных. Не из-за денег он это сделал, конечно. Но причина то, что вот он своевольно воровал, то есть, грешил. Он знал, что этого делать нельзя. Своя с ним подсказывала. Он своевольно грешил. Вот. И так же в пьянстве. То есть, человек знает, что этого делать нельзя. Что пьяницы, Сарство Божие, и наследники напиваются. А что дальше происходит? В пьяном угаре такие преступления совершаются. Ужасные. Смертоубийство, детоубийство, женоубийство. Понимаете? Почему? Потому что человек сам открыл дверь дьяволу. Сам начал грешить. Нужно бояться этого. Чтобы не стать нам, как Иуда, предателем. Мы молимся в вечернем правиле. Чтобы не принять печать антихриста и не предать, как Иуда. Ну вот, слушай-то раз дальше. Второй Тимофеев 2.22. Юношеских похотей убегай. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Толкование. Юношеские похоти. Не только блудная похоть, но и всякое, правильно, неуместное пожелание, властолюбие или корыстолюбие. Ибо эти страсти и фантазии безрассудны и свойственны нетвердым душам. Смотри, как страсть употребляется юности. Правды называет добродетель вообще. Истинной и твердой верой расположение к тем, кого любишь. Как бы так, говорит, не будь неверен и нетверд. Поэтому прибавляет следующее. То есть доверяй только тем, которые призывают Господа непритворно и нелицемерно. Которые любят мир и не склонны к распрям. С ними общайся. Это глава 2. Мы проходим. Вот и в один ряд ставят как раз блудную похоть и похоть властолюбие и корыстолюбие. Все вот это вот один грех цепляется за другой. Был вор, стал предатель. Был блудник, стал вор, корыстолюбие, властолюбие. Властолюбие. Что такое властолюбие? Как ты это раз понимаешь? Властолюбие. Вот понятно. Разве плохо власть любит? А что плохого-то? Властолюбие на всеми команды. Командирам уже будет хорошо. Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Есть такая поговорка. Он же хочет быть власти. И это хорошо. Он растет по карьерной лестнице. Старается там. Да не всегда власть нужна. Ну давай. Ну, сгордиться может. Вот точно. Точно. Может возгордиться. А что значит возгордиться? Я-то вон какой, а вы пешки. Ну, говори. Может, потому что гордость, это когда ты возвышаешься, ну, как вы сказали, вот я такой, весь такой, а вы все такие. В зону, в зону. Правильно. Ниже плентуса. Да. А гордость, это гордыня. А гордыня греха. Вот. И дьявол отвал не согрел. И обычно дети начинают хамить родителям, когда совершат он блудный грех. Все, я уже взрослый, у меня личная жизнь, да пошла ты, и все. А написано, кто не почитает отца и мать, не будет долго жить. Его или пришибут где-нибудь ревнивый муж или жена на блудной койке из-за ревности. Либо еще что-нибудь. Либо заразит какими-нибудь заразной болезнями, спидом, проституткой какая-нибудь. Вот чего бояться тоже надо. Все заодно цепляется. И Господь нас, а или страхом спасать, нагнать страху надо на ребенка, чтобы он как огня боялся этого. Не прикасайся. И дальше апостол Павел пишет Тимофею 2-е послание 2-я глава 23-й стих. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Толкование. Видишь ли, как апостол везде отклоняет Тимофея от состязаний. Это не потому, чтобы Тимофей не был способен опровергать их. Он был способен, но потому, что совершенно бесполезно и вступать в такие состязания. И из них не выходит ничего доброго, кроме ссоры и ненависти. Таких состязаний, говорит, отрицайся, как глупых. Есть другие изыскания, именно об истинах Писания, которых не следует отрицаться. Потому что они не рождают свар. Смотри, как и заблуждаются те, которые ссорятся. Так же и при изысканиях относительно Писаний. Вот сколько относительно Писаний, споров и ссор. Я недавно подвозил одного клиента, и он так смотрит на меня. А вы, говорит, староверная, наоборот, борода. Я говорю, да нет, а откуда вы? Я говорю, община, Игнатия Лавкина слышу. Да, конечно, слышу. Конечно, слышу. Но я другого мнения. Про нас ролик в интернете тоже сняли. Что мы, которые дружим в Сыгнане Тихоновича, нас такими ослами изображают. И я, и я, и я того же мнения. А вот он другого мнения. То есть он был верующим, писал иконы, про себя рассказывает. Ходил в храм. Все, все, все. Потом все это бросил. Почему? А вот начали мнение о спорах. Есть такое мнение, что все спасутся. Это мнение высказал Алексей Ильич Иосифов. Его даже некоторые монахи там. Книги его жгли. Анафемы. И он приводит цитаты святых отцов, что святые отцы некоторые тоже так верили. Но они приводят в контекст, как бы вырывают этих святых отцов. То, что они впереди говорили, выпускает. И получается такое вот искажение. Когда не полностью весь смысл, что хочет передать этот святой отец, он вырвал. Все, значит, вот все спасутся. Все спасутся, а в том смысле, что у всех есть возможность спастись. А, это другое. И это нужно, этот смысл надо понимать. Понимаешь, Господь любит всех. Он желает, чтобы все спаслись. Он все для этого сделал. Он отдал Сына Своего Единорода. Но если человек не принимает эту жертву... Тут хоть за уши тянешь. Да. Вот. И вот мнение разное. Ну, а разве Господь, вот Он творил, вот Он рассуждает, вот этот мужчина-то. Чтобы все в ад пошли, столько миллионов, столько. Я говорю, ну так написано, я так верю. Ты сам подумай. Да что мне самому... Сам подумай, это... То есть, человек, самомнение. От своего ума. А мне не нужен свой ум. У меня вот. Я как вот этот ослик. Я того же мнения, что святые отцы. И говорит, не все спасутся. Библия нам говорит. Мало спасаемых. Остаток спасется. Что такое остаток? Ну, остаток, это не все останутся евреи, которые уверуют, которые примут. Они спасутся, а которые не примут, не спасутся. Кто не будет есть тело и пить крови, не войдет в Царство и Божие. Не войдет. Потом мучения временные, они когда будут, они когда-то прекратятся. А перед этим говорит, что времени не будет. Я говорю, как? Ты говоришь, что времени не будет, а мучения, у нас станет время, когда они прекратятся. Но если времени не будет, значит и мучения никогда не кончатся, раз времени нет. Если время есть, значит оно кончится. А если времени нет, что? Бесконечно. Да, вечных мучений. И потому что так хочет Господь, а потому что так вот Он создал мир вечный. Временное только зло на этой земле. Оно должно быть уничтожено. И Он еще такой вопрос задает. Ну, вот Христос же вывел из ада всех, когда на кресте-то умер. А что потом всех Он вывел, а потом опять все наполняются, что ли? Какие-то вот такие вот рассуждения. Вот это вот и есть мнение о спорах. Ну, мы с ним не поссорились, он высказал свое мнение. Я говорю, ты его заблуждал, он пожелал мне как бы потом спаси Господи. Или там, я не знаю, поразреть. Вот. Я споро не уступал, но я отстаивал истину. Истину, потому что мы так верим. Православная вера. И самое ужасное то, что среди православных восстают такие. И он не просто православный, он учитель. Он учит священников. Алексей Ильич, не этот мужчина. И что с этим человеком произошло? То есть он уверовал, что спасутся все. Стал бриться, перестал поститься. А зачем? Я говорю, ну вот видишь. И дальше говорит, ну я вот это все делал, это меня не меняло. Я какой был, такой это... Ткачев, что ли? А? Ткачев этот Алексей? Нет. Это... Нет. Это рассказывает мне мужчина, с которым... Он мне говорит. Что-то мечешься с Осипова на мужчину. Да, да. Но Осипов, кстати, тоже бритый. Я говорю, а почему ты перестал иконы писать, перестал все-все... А меня это не меняло. А сейчас я изменился. Как? Ну как? Я стал... И тут же говорит, я стал такие же, как все грешники. А вы все гордецы. Вы все... Я говорю, ну странно, как человек живет свято и праведно, тот гордец. А который грешник, супергрешный, это вот... Как все. Это вот как все. Я скромный такой, зато не возгордился. Вот Сергей Козлов, мне нравится его фраза. Крестился, престился, возгордился. Вот эти вот, на лся вот эти вот такие ступени у человека. Ну с кем-нибудь сейчас общается Сергей? Или он так болен, что не может общаться? Ну он, Сергей Ильин еще ведет занятия, Сергей Козлов там присутствует. По воскресеньям. Вот. Ну там жарко у них бывает. То есть тоже вот эти вот баталии, мнения о спорах, мне они не по душе, честно говоря. До ссор бывает доходит, что оскорбляют друг друга. У них жарят. Поэтому надо научиться разделять, где вот эти вот состязания словесные нужно уклоняться, чтобы не получилась ссора. А где нужно встаивать твердо истину, чтобы не оказаться предателем истины. Молчанием предается Бог, есть такая книга. Поэтому написано с еретиками, обращайтесь кротко, чтобы не было ссоры и ненависти у него к тебе и у тебя к нему. Ну верит он так, поврежденный умом. Болезнь ума. То есть к таким людям, то есть люди душевно больные, он сестра говорит, психически больные. То есть душа больная, ум, рассудок, поврежденный. И вот еретики, они тоже, то есть они так, тоже к ним просто как к больным нужно относиться. Которые не признают себя больными. Вот еще. Есть две категории больных. Один кричит, помоги, умираю, дай таблетку. Другие говорят, ты сам больной. Второй Тимофеев 2.24 Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, утешительным и не злобивым. Толкование. Приветливым, то есть кротким. Почему же апостол говорит, обличайся всякую властью и строго. И тут 2.15. И еще. Никто да не пренебрегает юностью Твоей. Потому что сильное облегчение тогда особенно трогает, когда оно делается с кротостью. Скорее можно тронуть кротостью, чем пристыдить строгостью. Далее. Учительным должен быть раб Господа. И далее. Для желающих учиться. Ибо он же говорит, еретика после первого и второго вразумления отвращайся. То есть он не хочет учиться, не вразумляется. Интитут 3.10. Далее. Не злобивым. В особенности это качество нужно иметь и в ожидании обращения, и постоянного научения, и не скорого отлучения. Смотри, что следует дальше. То есть если есть лишняя строгость, там что-то решил, сразу его отлучил на 10 лет. А можно так, как-то экономия еще такая есть. Тоже в этом что-то есть. Вот об этом апостол и говорит, что в ожидании обращения. То есть нужно иметь терпение. То есть ты облещил человека, человек не сразу кайфится. Он встает на пути покаяния, и поэтому ему нужно дать время. Вот Миша, он не может сразу бросить. Ему нужно дать время. Можно бы, конечно, там, у нас все такое, там, Новосибирского, на розготерапию его. Может быть ему и это бы помогло. Продрать его, как следует. Это тебе не собака, что ты? Что его древесировать? Подождите, 90% исцелений, статистика, бросают пить от того, что их отпорят розгами. Понимаешь? Бьют. Бьют. Душа настолько связан от тела, что врачу я тело, врачу я душу. Ему стыдно, знаешь. Силы воли нет. И эту волю можно немножко укрепить. Разбудить. Или разбудить, да. Или совесть разбудить. Если детей, понимаешь, Господь учит, говорит, не жалей розги ребенка. Не жалей, дабы впоследствии утешаться. Сегодня пожалеешь розги, впоследствии будешь передачки в тюрьму уносить. И вот тоже, быть приветливым ко всем, учительный незлогий. Сегодня утром брат говорит, прости меня ради Христа, я нагрубил на тебя по телефону. Я уж и забыл, да ученые прощения просят. Он вспомнил, мне нельзя грубить, даже если ты был тысячу раз прав. Не прав, не прав, он сказал. Не прав, да. А я тысячу раз прав, я не должен был тебе грубить. Все правы. Все бы так думали. Ну, однако, и совесть его мучила, что... А меня не мучила. Все бы, братья, так умели бы покаяние переносить. А то иногда нагрубят и сестрам, и все. Сказать просто, ну прости меня, даже если я не помню, ну прости меня. И сестра успокоится, и все, и мир сразу будет на душе у обоих. Нет, мы не признаем, мы зачем же. Так что тому брату просто похвала, молодец, он что так сделал, подошел к тебе и сказал. Да. Ну ему же молиться нельзя, раз непримиренной. Вот в чем дело. Ну, было у меня вот такое, тоже с сестрой с одной рассорились. Ну и в храм-то идем, а брат ко мне подходит. А ты вот... Нужно сначала примириться, потом в храм идти написано. У меня сразу раз, и обратно пошел. Пошел, примирился, и уже молиться легко. Хотя я и прав, но однако вот. Ну а мы христиане так должны поступать, чтобы мир был. Мир между братьями. Ну, дружба с миром, есть вражда против Бога. А про это тоже не забывайте. Ну с миром имеется в виду не мир. Это мир, что другая. Да, дружба с миром. Тарас, что такое дружба с миром? Дружба с миром? Да, есть вражда против Бога. С кем? Мне идти на поводу у плохого. А тебя спрашивают. А я одну не спрашиваю. Тараса спрашивает. Извел. Мы же плохие, ты попробуем тебе не забывайте. Что такое мир? Дружба с миром, есть вражда против Бога. Мир, он говорит, человек ушел в мир. Мир же это хорошее слово. Но у него есть и другое значение, второе. Ушел в мир? Да. Грай, может, поговорить. Че? Нет. Второе знание. Есть верующие люди. Да, ну-ка. А мир может это вот это все, что Иисус сотворил? Ой, Бог. Ну вот это, ну, человеческое, всякие. Не больше, не больше, не больше. Мирские. Ну что, о чем сегодня вот Виктор Андреевич говорил о Лас-Легасе. Вот это вот и есть мир. Мир. Вот эти вот аграты, казино, карты, деньги, проституция, наркотики. Вот это вот все мирское. Кто дружит, с этим, наверное, дружит, тот враждует против Бога. Он может сам не воровать, но он может укрывать вора. Зная, что он вор, он не напишет на него заявление. Он с ним дружит. Он им дорог. Почему-то. Этим самым мы оскорбляем Бога. Господь говорит, а ты думал, что я такой же, как ты? Благодаря его, нет. Свят Господь. И к этому и нас не ворвается. Дальше пишет Тимофею. 25 стих. С кротостью оставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. Толкование. Со строгостью и бранью душа не может усвоить ничего полезного. Ибо тот, кто хочет научиться чему-нибудь полезному, прежде всего должен быть расположен к учителю. Но как можно быть расположен к человеку, который сердится и бранится? Почему же апостол говорит? Иритика после первого и второго разумления отвращайся. Там он говорит о неисправимом человеке, о котором известно, что он болен неизлечимо. А здесь речь идет о тех, которые уже неизлечимы, но и видно, что и видно из последующего. Может быть, говорит и будет какое-либо исправление. Слово «не даст ли» употребляется о предметах неизвестных или сомнительных. Следовательно, нужно отступить только от людей совершенно неизлечимых. Неизлечимых, сомнительных, нужно стараться исправить. Заметь, как он, получая смиренно мудрю, не сказал. Не можешь ли ты, но не даст ли им Господь прийти в себя? Если, говорит, и произойдет что-нибудь, то принадлежит Господу. Ты не гордись. Поэтому, если и мы убедим кого-нибудь, не будем думать, что мы сами убедили. Убедили. Вот это тоже надо помнить, конечно. Учителю, у которого много учеников, которые слушают его, рот открыв, он легко может вас гордиться. Не гордись, но бойся. Есть фильм такой, притчи. Монах один проповедь читал, а женщина, ой, да тебе бы книжки писать. Ручеславия у него заиграла, возомнила себе, он великий проповедник. Вот я еще хотел сегодня, в интернете увидел плакат, стоит молодой человек, в камилавке, в одежде священника, и держит плакат. Чувство верующего оскорбить невозможно. Еще раз повторю, на плакате написано, чувство верующего оскорбить невозможно. И мне почему-то этот плакат так понравился, я хотел так всем его... То есть я имел смысл, что вот как раз вот этот вот монах, помните, когда он воскорбился, ему настоятель говорит, а ты иди на кладбище. Одни тебя будут ругать, а мертвеца говорит, ну хороните какого-нибудь, ты его ругай. Потом, и второй раз, первый раз хоронили бомжа, какого-то там, пьяница, а ты говорит, его хвали. Он хвалит, ой, какой был человек хороший, а там такие забулдыги идут, которые с ними выпиваются. Ну и дали ему там в глаз. Получил. Он встать и говорит, ты иди опять на кладбище, опять будут хоронить, но ты теперь его ругай. Ругай, да. Там как раз братки хоронят своего авторитета. И он его давай ругать. Ругать что ли начал? Или наоборот. Необорот. Его надо было ругать. Наоборот, да. Они ему логили. Вот, а этого наоборот он хвалил бомжа. Да. Вот это наоборот нужно брать. А, да, тебе говорит, ты издеваешься что ли? Он был забулдыг, это он всем должен. Блядь гост. Такого человека почетного ты ругал? Вот. И на сайте со мной говорит, так и тебе, когда тебя начнет кто-нибудь оскорблять, то ты будь как мертвец. Мертвый тебе отвечал что-нибудь? Нет, не отвечал. Ну, где друзья-то ломили, конечно, но это другой вопрос. Так же и мне этот плакат понравился. Чувство верующего оскорбить невозможно. То есть, невозможно, если я отвергся себя, как бы меня не оскорбляли, я в ответ не должен отвечать. Ну, не отвечайте за злословие на злословие. Вот этот смысл. Это когда человек совершенный уже. Вот. Но потом-то я, когда нажал на весь плакат, ну, как бы его фотографию увеличил, там подпись внизу. Мы против. То есть, смысл такой, что есть закон. Помните, покемонов ловил в храме человек? Не помните? Ну, история известная. То есть, человек снимает себя на видео и говорит, вот я сейчас зайду в храм и буду ловить там покемонов. Есть такая игра компьютерная какая-то. И мне вроде как по барабану все. А есть закон оскорбления чувства верующих. И верующие, они этим деянием оскорбились. Мы молимся, а он тут какой-то покемонов. Были еще, как они, пусеры или как их? Девчонки-то плясали-то. Богородица защитила писера. Тоже их осудили. Писерат какой. И пытаются издать такой закон в защиту неверующих. То есть, верующего оскорбить, такой комментарий, можно только в храме или на богослужении. Это мы согласим. Но если ты где-то в электричке едешь и расскажешь о Христе, и тебе кто-то начнет тебя оскорблять, вот этот закон уже не сработает. И вот они против этого и борются. Что если даже верующего в электричке начнут там оскорблять твои чувства, то... То есть, я немножко перепутал смысл вот этого плаката. Ну, лишь бы Христа не оскорбляли. Ой, Христа не оскорбляли. Вот, ну, теперь давайте разберемся там Христа, да, чувства... Да, мы не застопимся. То есть, наши личные чувства оскорбить как христианин невозможно. Но если Христа оскорбляют, Духа Святого гулят, мы должны вступиться. Да, вот я вот это говорю. Так, и Златоуст учат. Если будет дочь царя, допустим, Василий, неужели бы ты царю не захотел сделать приятное, я бы заступился. А за Бога ты что, не хочешь заступиться, что ли? За истину. Ну, есть же такое, может, есть же такое, что, если кто похудит сына, то это сама, как бы, проститься ему. А если кто похудит Духа Святого, то ему не проститься ни в этом веке, ни в том. Поэтому Господь, он, как бы, хоть ты ему что говори, ты, ну, как бы, это отлетает, как от стены. А Дух Святой, это то, чего, ну, как похудить, похудить может только неверующий, не верит, который, допустим, Бога, тот может похудить. Нет веры в нем. Ну, а в чем разница между Хлоя, на сына человеческого, на Христа, сестра сказала, после Христа, и Духа Святого? На Христа написано проститься, на Духа Святого не проститься. Чем отличается? И попутный вопрос. Какой, если какой-нибудь грех, который Господь бы, милостивый, не мог бы нам простить? Вот эти два вопроса, вот, есть ли такой грех, который Бог не может простить? Хулу на Духа Святого. Самоубийство, да. Самоубийство. Ну, вот, и сестра еще сказала, Хулу на Духа Святого, Господь не может его простить. Точно. Ну, а есть мнение, что Господь милостив, Он силен простить любой грех, который бы человек не совершил. Не читала такого. Ну, ведь... Ну, здесь разница, да, тут как бы она, как бы, перемешана. Речь идет о том, что, если Хулу на Духа Святого, она не простится, а Хулу на Духа, ой, Хулу на Христа простится. Здесь идет речь совершенно о другом, что Духа Святого, потому что Хула идет, это человек против Бога, это против, ну, как бы сказать, ну, как неверующий человек. Почему он неверующий? Да потому что в нем нет, он не может уверовать. Почему? Потому что в нем не может быть веры. Это говорится о том, что он от уже от веры сам себя отдалил каким-то таким страшным неверием и страшными делами своими, что ему не простится. Вот это Хулу на Духа Святого, это когда человек не может уверовать. Чуть-чуть неправильно. Он не может не уверовать, он не может покаяться. Покаяться, ой, не уверовать, а покаяться. 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 Игнать Тихонич приводил пример. Покаяться, тот не покаяться никогда. То есть человек ходил, видимо, на занятия и увидел Игнать Тихонича, и увидел, и так бутылку, так раз, прячется с пивом. И глаза опускает, и ему, Игнать Тихонич ему говорит, или не Игнать Тихонич, но в смысле он такой говорит, попить, покайся. Это я не могу. Вот когда у человека отнято покаяние, он не может, понимаешь, покаяться. Он настолько возненавидел свет, настолько возлюбил тьму, что не Господь не в силах его простить. Не проститься, это значит, что он не будет просить прощения. Нет покаяния. Да, нет покаяния. А так вот, кроме самоубийства, любой грех. Как бы низко человек не пал, Господь... Вот море, это милость Господа, а грехи его, это как искорка маленькая. Вот этим морем Господь может милостью своей заглушить этот грех. Не знаешь, что я говорю, всемилостивый Бог. Всемилостивый Бог. А Богу единственное нужно... Сердце сокрушенного и смиренного Бога, не презрека. Не приходящего ко мне, Господь говорит, не изгоню его. Человек, когда осознал свой грех, хочет в нем покаяться. А вот это вот хула на Духа Святого, это близко к отчаянию. То есть человек не верит в милость Божью. Вот такой еще грех, такое отчаяние. Отчаяние. Я столько нагрешил, но Господь меня не простит. Вот это вот неверие в то, что Господь простит, вот это отчаяние, это тоже есть грех. И продолжает человек верит. Как Иуда? Как Иуда, да? Может быть, да. Он его любил, он пожалел об этом. Причем Иуда, понимаешь, он осознал свой грех. Он говорит, предал я кровь невинную, однако пошел удавился. Он не верил, что Бог ему простит. Да, он думал, что Бог его отгонит и выгонит его. Он не думал, он сомневался. Он будет вечным, как и изгнанником, я так думаю. Ну, а как в толковании написано? Игнатий Ходжи однажды рассказывал нам толкование о том, что Иуда думал, если он сейчас попадет в ад, Христос же сошел в ад, и он там принесет покаяние перед Христом. Но, как говорится, разминулись, не успел. Христос уже на тот момент, когда Иуда удавился и попал в ад, Христос оттуда уже вывел всех праведников. Что там нам рассказали? После гроба покаяния нет. Если он будет уже мертвый, там он не может покаяться. Христос же вывел из ада души. Вывел. И он хотел, чтобы Христос его тоже вывел. Была это другая версия. У него так не получилось, Господь не позволил. За гробом нет покаяния, это для людей, которых уже после Христа родились. А те же, которые люди за Христа были, они же... Или они каялись до гроба, или как? Ну, перед смертью каялись, перед смертью покаяние приносили. А если бы они приносили покаяние, а почему же и Господь в ад отправил? Искупления не было еще. А тогда все шли в ад. И пророки, и святые, и все. А как же животных жертву за грех приносили? А как же притчу Христос рассказывал о богаче и Лазаре? На лоне Авраамова. Это же не был ад. На лоне Авраамова. Ну, разные места. Да, разные места. Поэтому, видимо, были какие-то разные места. Может быть, это не то. Не царство небесное было. Я тоже тогда... Но, однако же, Христос не в лону Авраамова за праведниками спускался, а именно в ад. Да. То есть, видимо, праведники уже были в месте праведников. Значит, в аду было лоно Авраамова, который такой адский. Еще несколько комнат. Нет, ну, он же сказал, что, говорит, вот эти праведные люди, верующие, как Моисей, допустим, Авраам, они находились в месте покоя. В месте покоя. И над ними никто не мог издеваться. Как вот там мы пойдем в ад, допустим, кто пойдет. Там же уже дьявол имеет право на них делать то, что хочет. А здесь он хоть и не в раю был, но он был в спокойном состоянии. Покое, так называется, спокойный. Как-то так, Игнати, говорил. Не в месте мучения, но и не в раю, понимаете? Не в раю. Ну, то есть, какой-то вот... Предбанник. Это я запомнила, когда первое время доходило, кто-то вопрос задал, знаете. Вот она вспомнила это, а я вспомнила, что место покоя. По несколько толкований на вот это. Ну, а когда Господь вот прощался, говорит, я пойду, я устрою для вас обители, подготовлю обители. Да, когда он ушел, тогда мы сейчас можем не пойти в место даже покоя, а куда Бог определится. Тоже это называется, в место покоя. Вообще, сюда будем. Итак, продолжает, после Павел писать Тимофею, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Вот опять о ловце дьяволе речь идет. Сегодня о чем мы говорили. Еще раз впереди прочитаю. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. То есть терпение нужно иметь к грешникам. Дьявол их уловил, но Господь может дать им в любой момент силы покаяться и отстать от этого греха. Толкование. Понимаю это не только относительно учения, но и относительно жизни. Люди находятся в сети дьявола не только по учению, но и по жизни. Следовательно, без озлобления должно исправлять и тех, которые колеблются в жизни. Ибо как воробей, хотя и пойман за одну часть, разумею, ногу, находится во власти того, кто поставил сеть. Так и мы находимся во власти дьявола, хотя мы уловлены были им не всецело, разумею, веру и жизнь, а только в жизни. В заблуждениях, говорит, погрязают они, но уловленные Богом в его волю, то есть Божью, может быть, они выйдут из вот заблуждения. Воля же Божия не только в том, чтобы веровать, но и жить право. Следовательно, понимая это не только в отношении к догматам, но и к жизни. Некоторые под выражением, который уловил их свою волю, разумеют дьявола. Еще вот сегодня, как раз вот, сколько раз убеждаешься, не раньше, не позже, именно это толкование, сегодня как раз мы разбирали о ловцах человеков. Точно. Говорили о ловцах человеков, то есть, те и другие ловят. Лас-Вегас ловит свои сети, мы, христиане, ловим свои сети евангельские. Те хотят, чтобы они были свободны от праведности, мы же хотим, чтобы люди были свободны от греха. Вот. И часто люди простодушные, малодушные, слышат призыв к свободе. Свобода, это же хорошо. Хорош. Свобода, это же хорошо. Быть свободным. Свобода, это же плохо, что ты свободный. Конечно, хорошо. Тарас, хочешь быть свободным? Госпус, я хочу быть свободным. С Богом. Словно птица в небесах. Хочешь быть свободным? В Лас-Вегас поедем? Нет, поедем. Ну а как же свобода? Чего ты? Не свободны? Да мне зачем ладейки все равно? Там полностью во власти. Ты же свободен. Хочешь ехать, хочешь едешь, хочешь не едешь. Тогда только вот тут можно ехать. Свободный, но только с Богом. С Богом. А с Богом туда не примут нас с тобой. А, не примут, значит, там... Не нужны мы там с Богом. А мы там не должны быть, мы должны с Богом быть, а не с вами. Я вот тебе говорю как раз о свободе. Свобода есть двоякого рода. Свобода от греха и свобода от праведности. Что такое свобода от праведности? Там в Лас-Вегасе говорит, да плюнь ты на родителей, мало ли они что там тебе говорят про Бога, нет ничего. Вот есть сейчас жизнь, ешь, пей, гуляй, веселись, либо завтра помрем. Пока не померли, наслаждайся. От пьянки. Ой, Господи, мой Бог. Свобода, казалось бы, заманчивая. А что, правда, что я буду мамку слушать? У меня своя жизнь. Я свободная личность, начинает ребятам. С дьяволом. С дьяволом. И он пошел за дьяволом. Пошел в казино. Промотал все. Все денег нету. Побили его там и спинали. А потом, как в притче о блудном сыне. И вспомнил, что у мамки-то с папкой там... Крюшки питаются хорошо. Хорошо, если живой еще остается. Живой еще остается. А он мучает дело, то ему тут помучает. Поясненько. За такую легкую жизнь придется... Ой, как рассчитывается. Тяжело. Дружка, что сейчас-то старик. И вот сегодня как раз мысль была вот эти вот казино, карты. На каком бехе все это замешано? Вседозволенность. Сребролюбие. То есть... Сребролюбие. Легкие деньги. Да. Вот. И мне тоже в интернете предложили легкие деньги. Ссылочку. Все. Ну, я же свободен. Свободен. Я могу выбрать легкие деньги. Могу выбрать тяжелые деньги. Ну-ка, расскажи. Я выбрал тяжелые деньги. И написал им ответ. Кто крал, впредь не кради. А больше трудись своими руками. Да бы было из чего уделять нуждающимся. Да. Это была группа такая, социальная сеть ВКонтакте. После чего мою страничку закрыли на все гда. Все. В черном списке. И как бы я не старался восстановить, там пароли, жалобы писал. На все гда. А почему? Мне так разрешают. Потому что дьявол правит там. Потому что вот дьявол правил. В интернете зарабатываются миллиарды денег. Ничего не делают. Так что они тебе предлагали такое, расскажи. Ну, что-то типа казино, что-то вот такое. Вулкан. Вулкан. В интернете, дети, заткните уши. История называется. Уши за открыли. Тыкаешь, и где ребенок, на каких сайтах был, можно все просмотреть. У меня один ребенок тоже. Ты не знала? Ну, вот, быстрее. Зачем уши? Все сказали, уши там. Зачем тебе это? Выши открыли. Зачем? Так что по всяким пакостям, по помойкам, в интернете не шарьтесь. А то мамка надерет кое-что. Да инфекцию получите. Да. Мозг. Да. Она будет тебя сверлить и сверлить. Сделай, сделай. Карасик, сделай. Ой, Господи. Жил у меня один студент, верующий, храм здесь вот был. Все, и что меня кто дернул, как говорится, посмотреть. Посмотрел. Форнографические сайты смотрел человек. Все, ну, я его увещал с кротостью, все. Он потом, потом два года, ну, ему пришлось съехать от меня. Говорю, мне не нужен такой, блудяга. Товарищ. Товарищ. А потом мы ходили на крещение, и он там с нами Евангелие раздавал. Все вроде, ну, колеблется. Но я его не строго, там, ничего, я его не это, я хрупко. Говорю, зачем тебе это надо? Ты что, его историю посмотрел? Ты даешь. Залез в чужой компьютер. Он с твоего компьютера смотрел? А? С твоего компьютера смотрел? Со своего. И ты вот так вот залез в его компьютер? Я залез в его компьютер. Ну, раз он живет в его доме. То, конечно. Он может и к нему вот этих всех. Он залазит в мой компьютер, я залазил в его. А, ну, все, понятно. У меня никого, у меня ни пароли никогда, ничего, ничего нет. У меня Никита Устинов жил, я в ВКонтакте там, Никита, и мне приходится вот это, со своим именем. Ну, он уже отучился. Никита, его не забрали? Понятия не имею. Да вот же был он где, в храме на прошлой ленинге. Сказали, что в военкомат его там не забрали. Глава 3, второе послание Тимофея. Первый стих. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие толкования. Так как в те времена много было злых людей, то чтобы Тимофей не смущался этим, апостол прежде сказал ему. В большом доме и так далее. Ну, есть сосуды глиняные. А теперь говорит, что злые люди будут и после. Еще при Моисее были и Ани, и Амри. Следовательно, это явление не новое. И оно продолжится не до тебя только. Поэтому не негодует. Времена тяжкие, то есть весьма плохие. Не дни нужно понимать, ибо какие плохие дни, но, разумеется, совершаемые в эти дни плохие дела и люди. И само говорят, вот было время, раньше было лучше. Да время-то при чем? Были плохие дела и плохие люди. Раньше. Да, не всегда. И они всегда есть, были и не будут. Но, Писание говорит, что чем ближе ко второму пришествии, тем все хуже и хуже и хуже будет. Дальше сейчас мы будем читать. У многих охладеет любовь. Так и мы имеем обыкновение называть времена плохими и неплохими по свойству дел. Какие случаются в эти дни или по свойству людей. Часто слышится, что вот в Советском Союзе люди были добрее. Рыба в Каме была, как говорит один. Все было хорошо. Но это не все. Если бы люди жили бы в те времена, и им бы сказали, что будет такая свобода слова, как сегодня, они бы, ой, хочу в будущее. А многие вот сегодняшние коммунисты, тотский коммунизм, жили хорошо. Колбаса 2,20. 60. Груб 60, да. Водка 3,20. Все было дешево. А кто любит, что подешевле? Да сребролюбивую любит. Что сребролюбивую, Игнатихович, все подешевле берет. Сребролюбивым не назовешь. Сребролюбивым. 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 Нет, он сказал, говорит, я жадный. Он говорит, я жадный, поэтому я везде экономлю. Ну, то есть, мне нельзя назвать того, кто пытается купить что-то подешевле, назвать его сребролюбивым. Нельзя. Однозначно нельзя. Нет, я имел в виду не это. Я имел... Других людей даже доходов нет. Ты только посмотри, какие пенсии у людей. Я имел в виду у людей работников. Вот раньше было. Водка дешевая, сейчас дорогая. Вот это вот, я имею в виду. Раньше можно было на халяву что-то, сейчас приходится трудиться в трипота. Чтобы купить какую-нибудь палку. Деревяшку. А что можно было на халяву раньше? Раньше что? Все тащили с завода, все перебрасывали. Я работала на шинном заводе в цехе вулканизации, 800 человек. И вы знаете, все подряд. Один тащит, ему вот это нужно, другой тащит ему вот это. Тащит, воруют? Да, а потом говорю, а это куда, вот это железку-то потащил? Он говорит, а мне это нужно к чему-то там припаять. Ну куда вот эти железки такие длинные? И тоже, я вот иду в бухгалтер, говорит, ты тут, и короче там лучше не работать. Все тащили, вот все. Ну потому что нигде ничего не было. Не было, купить нельзя, не продавали. Да, да, вот это и плохо. Это не продавали нигде. И поэтому мы все разносили. И отраны не было такое. А самое главное, самое главное, что в чем заключается вот эта история всей нашей вот этой жизни, когда все тащили и несли. Оказывается, коммунисты это позволяли делать. Потому что они говорят, мы так мало людям платили, что пусть они маленько и возьмут каждый. Ничего с нас не убудет. И они позволяли, и глазки закрывали. И мне как-то это, я говорю, вот тащи. Он говорит, да ты закрой свои глаза и не смотри. И я не стала в цех вулканизации. Шины вот эти каждую просчитываете каждое утро. Сколько вот они заготовок, сколько вышло вот из этой штуки-то вот таких больших. Я говорю, так опять 12 штук не хватило, али 5-10. Они уже потом говорят, иди уже место себе ищи. И все. Считаешь хорошо, да? Да, салтар проработала все. Ой, а сейчас еще ручка стала. Да и ловили. Ужас, что твои ловили. Так, с миллиарами. Да, миллиарами. А сейчас воруют, правда, деньгами. И целыми островами покупают на эти деньги. Ну это не заводчане воруют миллиардами островами. С нашими островами. Ты сам ее поднял, Серега. Советский Союз. Заводы. Водка. И все на свете. Второй Тимофея 3-2. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы. Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, не дружелюбны. Толкование. Тотчас указывает и причину всех зол. Это забота не о делах ближнего, а только о своих собственных. Эгоизм. Самолюбивый человек любит только себя самого. Отчего происходит, что на самом деле он не любит и себя. Ибо как в членах тело вредно, носимое одному распространяется и на остальные. Ибо что бывает в зданиях, то и в церкви. Кто презирает брата и заботится только о себе, тот вредит себе самому. Далее. Сребролюбивы. Указав корень, в частности, перечисляет и отростки от него, из которых первой и наибольшей есть сребролюбие. Ибо как из любви... Ибо как из любви всякое добро, так от самолюбия, противоположно любви всякое зло. Любовь широка и повсюду разливается. Самолюбие стесняет широту ее и сосредотачивается на одном только себе. Далее написано. Горды. Над людьми возвеличиваются и высятся. Понравилось? Показала. Гордыцы как ты показала? Гордого человека как? Ну-ка покажи, какой гордый человек, как он для себя. Ты сказала, что я вот такой? Я такой, вот такой, а все такие. Сыжи там. Мне надо вортик. Это Игорь говорит. Удары есть, передача информации. Горды. Над людьми возвеличиваются и высятся. Когда разрастается зло, то доходит и до восстания против Бога. Если кто-то тщеславится пред людьми, тот будет потом приписывать себе и всякое совершенство, а не благодати Божией. Тогда он становится уже богохульником. Это справедливо и так. Ибо кто богохулит, тот как станет, почитает родителей. Кто не почитает родителей, тот будет неблагодарным и к другим людям. Такой человек и неправеден, потому что в сторону отлагает святость и долг. Но он и не дружелюбен, ибо кого другого будет любить человек, который отвергт твоего благодетеля. Творца и родители. А родители тоже благодетели. Они детей кормят, питают. Как он, если родители не любит, как он других будет любить? Конечно, это вот. И вот апостол Павел еще 2000 лет назад писал Тимофею, что наступят такие времена. Хотя они в те времена, и во времена Моисея уже люди будут ужасно какие. Далее еще перечисляют, какие будут дальше. Непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, толкователи. И непримирительны, не применяются ни с кем, хотя бы даже с благодетелем своим. Клеветники, то есть злословящие всех, человек, не сознающий за собой ничего доброго, клевещет на всех, выдумывая и находя в этом, казалось бы, некоторое утешение для себя. Невоздержны. И в языке, и в чреве, и во всем другом. Жестоки. Видишь, какими делает самолюбие и слебролюбие. Зверями вместо людей. Враги всякого добра. Встречались вам такие? Встречались, рядом живем. Воднократно живем. Свои дети такие. Далее, четвертый стих. Предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Толкование предателей дружбы, наглые, то есть, не твердые, не постоянные, напыщены, исполненные надменности. Иначе и быть не может, ибо где любовь к сластям мирским, там желанию божественного нет места. Второй Тимофея 3.5. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Толкование. У нас стык только. То есть, они принимают только вид благочестия и притворяются. Делами же отвергаются его. Заметь же, что сила благочестия и как бы нервы его в делах. Почему? Правильно говорится, что оно без дел мертво. Слово вид, в другом месте, Римлянам 2.20, апостол употребляет в хорошем смысле. Учитель имеет образ знания, то есть, заседает и образует знания в учебниках. Если такие люди будут в последние времена, то, как говорит, таковых удаляйся. Вероятно, и тогда было несколько таких, хотя не в большей степени все-таки было. Поэтому, как бы так, говорит апостол, такие ныне найдутся таковых, отвращайся. Это хорошо будет. Поэтому прибавляет. К ним принадлежат те, которые вкрадываются в домы. Или последними днями Павел называет дыни, которые последуют тотчас по его кончине. А Тимофей останется еще в живых. Или что ближе к истине, как судит святой Иоанн Златоуст, через Тимофея апостол увещает всех удаляться от таких людей. Он пишет Тимофею таковых удаляйся, но в надежде на то, что это письмо Тимофей прочитает на собрании, и люди будут удаляться от этих таковых, от этих таковых. Можешь перечислить? А каких? А каковых? Вспомни кого. А кого ты показывал? Кто они такие? Гордых. А как они еще называются? Синоним слова горды. Гордецы. Гордецы. Напыщенные такие. Когда они такие. Я такой. Напыщенные. И кто был гордым и спал с неба? До 10 миллионов. Дьявол. Сейчас до 10 миллионов. Сатана. Мы напыщенные, только богатые напыщенные. Ой, не скажи, если не богатые напыщенные. А чем там напыщенные? Если не богатые. Гордостью напыщенные. Гордость. Даже бывает, человек нищий, но он гордый. Я гордый. Надменные нищие есть такое выражение. Надменные нищие, да. А еще такие люди, имеющие вид благосчестия. Только вид. Таковых обращаемся. Таких надо распознавать. Нет, встречались такие. Это называется лицемерие. Что такое лицемерие? Что такое, скажи? Знаешь о мне? Лицемерие что такое? Лицемерие... Глаза льсти, а сама думай другое. Вот, типа лицемерие. То есть лицемерие, одному одно говоришь, другому другое. Нет. Нет. Лицемерие... Это тогда человек лицемер, который хочет, чтобы все о нем думали хорошо. Ну, каждому говорит разное, чтобы думал хорошо, потому что все люди разные. Лицемер – это двоедушный человек. Двоедушный человек? Да, он делает это, чтобы выглядеть хорошо, вообще, в голову. Не говорить правду человеку в лицо, а говорить ему приятное. Это лицец. Это лицец. Лицемерие – это вещи разные. Он говорит, ты не лицемерь мне. То есть лицемерие – говорит, говори правду. Не всти мне. Листи, да. Не всти. Лицемер – это тот, который в одном обществе один, в другом обществе другой. Лицемер, Господь говорит, лицемер, вы, говорит, напоказ молитесь, чтобы другие думали, что вы домой приходите и начинайте там всякие грехи делать. Понимаешь? Тайно грешащие, знаешь, но никому, чтобы, не дай бог, никто не узнал, что он плохой. Чтобы все думали, что он хороший. Все думали, это рабы чужого мнения. А апостол говорит, а мне без разницы, как вы обо мне думаете. Я, совесть моя показывает, я за собой ничего не чувствую. Кревещите вы на меня, не клевещите. Поносите. Христа поносили. А он свят. Христа привлекает, что он богохульник. Что Христа-то рассказывает? За то, что он называл себя сыном Божьим. Но из зависти. Пилат это понимал, преодолевое завистье. Народ шел за ним, потому что он был свят, а за учителями не шел. Хотя они внутри-то понимали, учим одному, а сами-то не делаем. Внутри мы понимаем, все равно все, все равно. Учишь не красть, а сам крадешь. Учишь не пролюбодействовать, а сам пролюбодействовать. И Господь говорит, ты думаешь, что я такой же, как ты? В общем, таковых людей нужно удаляться. Второй Тимофей 3.6. Крик всем принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, вводимых различными похотями. Толкование. Словом, вкрадываются, указывают на их бесстыдство и коварство. Не сказал, обманывают, но пленяют, пользуются ими, как рабынями. Ибо таков обольщаемый. Заметь, что предаваться обольщению свойственно женщина. Следовательно, и мужчина обольщаемый может быть назван этим именем. Утопающих во грехах. Означает ей множество и беспорядочность и смесь грехов. Обманывают не просто женщин, ибо природа не должна быть осуждаема. Но жен, имеющих множество грехов. Ибо кто не сознает в себе ничего доброго, тот скорее склоняется на ложные догматы, утешая себя тем, что не подвергнется наказанию за свои дела. Понимаете, верит в то, что все спасутся за те, утешая себя тем, что не подвергнется наказанию за свои дела. То есть тайна греша, имеющая вид благочестия, в ад-то не охота. А дай-ка я расскажу всем. Вмучения не вечные. Ищи соблазни. И он сам в это начинает верить ложно. Но вместо того, чтобы отставить грех, он себя ложно утешает в самообращении, в самоутешении. Я встречалась с такими-то из молодой жизни, пятидесятниками сейчас. Так себя ведут. Убращаются? Так говорят, а нам говорят, что все спасутся. Все до одного. Это как? Ну, вообще это слуху, конечно, скид. Тем более, по слуху грешному. Человек грешный от греха отставать не хочет. Но и вас не хочет. То есть вера какая-то у него есть. Совесть подсказывает, что он неправильно делает. Но силы воли, силы духа, решимости не хватает отстать от греха. Вот нам часто не хватает решимости. Сказать? Нет, я все. Как это ересь-то называется? Которая исповедует... Ну, еще все спасутся. Ересь... Воралья. Ересь Воралья. Оригена, да? Оригена. Оригена. Собирайте пока. Да, Оригена. Да, Оригена. Оригена, я воню сюда. Не может быть, чтобы все погибли, все миллиарды погибли. Чтобы ват пошли, которые не верили на землю. Такого не может этот Бог допустить. Еще так это красиво все это объясняет. Ибо кто не сознает в себе ничего доброго, тот скорее склоняется на ложные догматы, утешая себя тем, что не подвергнется наказанию этой свадьбы. Как добрых дел не делает. Вот он и угоняется. Ложным догматом верит в лошадь. Водим их различными опытами, то есть корыстолюбием, славолюбием, страстью к роскоши, к нарядам. Указывает также и на постыдные пожелания. Смотри, Водимая как будто говорит о бессловесном. Они как животные. Животных водят, коня за воздечку. Так же и дьявол пошел, повел его в пивнушку. И он идет. Водим их различными похотями. Похоть она здесь начала рождается. Я хочу пойти в магазин, купить спиртное. Потом человек идет. Потом достает деньги. Потом платит. Потом идет назад. Потом наливает. Видите, сколько времени у него есть остановиться. Много. Достаточно много. Если кто-то молился. Вот. Поэтому Господь говорит, не в вас желай. То есть на самые ранние стадии. Старайся отрубить даже в мыслях. Помыслал об этом. Все. Начинает молиться, что-нибудь делать. Чем-нибудь другим себя отвлекает. Все. Сырик? Попуха. Это тоже. Еще не закончилось. Валя скажет. Валя. Сказать? Говорю. Сколько минут? Тринадцать минут осталось. Второй Тимофею 3,7. Мы стал очень много. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. О, еще мне кажется. Мы уже сколько лет учимся, и учимся, и учимся. И не дойти до познания истины. Ну почему признаем? Толкование. Может быть, они достойны снисхождения? Никак нет. Напротив. Тем более, не заслуживают его. Так как они погрязли в грехах и похотях, что отупел и разумы. Так что их не способность познать истину не естественный недостаток, а следствие неправого направления их произволения. То есть, когда человеку что-то не открывается, что-то он не понимает. Он стесняется сказать? В этом он виноват сам, потому что он грех впустил в разум. Господь ему не открывает. То есть, он как бы управляет. Ты отстанешь от пьянства? У тебя мысль проясница. Я тебе открою. Да, у него все затуманено. Не бедно пьянством. Это может быть сребролюбя, крестолюбие, отжорство. Я вот по себе замечал, что многие сектанты говорят, что пища не удаляет от Бога и не приближает к Богу. Приближает. После поста так хорошо думается. Приближает к Богу. Мысли светлое появляется. Такое я хотел сказать, что когда обожрешься, Отдаяем. Вообще. Это он не говорит. Для от Бога. Он и не нужен. И спать хочется. Да, и не вожди. Не только там пробок. И работать не хочется. Нужда только есть, а работать. Пища удаляет. Никто ничего не делает. Да, плоть-то. А вот когда воздерживаешься. Рукавая. Так хорошо. И вроде и, казалось бы, энергии-то в тебе нет, пищи-то. Просто в топку не закинул, откуда селся и говорит. Ой, так чтобы вот это все переработать, что ты накидаешь, столько сил уходит. Нет. Потому что ноги отнимаются. И ноги отнимаются. Второй Тимофея 3.8 Как и Арни и Амри противились Моисею, так и сии противятся истины. Люди, развращенные умом, невежды в вере. Полкование. Это были волхвы времен Моисея. Откуда Павел узнал их имена, когда об этом не говорит Писание? Имена их заимствованы из неписанного предания. Или, вероятно, Павел узнал о них от Святого Духа. Когда кто раслил свой ум страстями, тогда он бывает неискусен в вере. Сказал безумец, нет Бога. Псалом 52. Почему? Потому что они развратились и сделались мерзкими в беззаконии. Посему для принятия веры потребен ум нерастленный. Итак, будьте внимательны к себе, чтобы нам не растлиться страстями, и чтобы в нас не нашла место порча верующих. 2 Тимофея 3.9 Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми получилось. Как же в другом месте апостол говорит, они еще более будут преуспевать в нечестии. 2 Тимофеев 2.16 Там он утверждает, что веретики, начав вводить новость и заблуждение, не останавливаются, но постоянно изобретают более новое. Здесь же он утверждает, что они не обольстят и не увлекут многих, хотя сначала, казалось бы, совращают некоторые. Но скоро сами будут обличены. Посему прибавляет следующее. Если не веришь, научитесь того, что случилось с теми волхвами. Те были обличены в том, что делали призрачные чудеса и обманывали, когда Моисей совершил истинное чудо. Поэтому все, что по существу своему нехорошо, на время только кажется хорошее. А кто помнит о этих чудесах при Моисеи волхвой? Какие чудеса и что они... Слушай, я не помню. Змею. Моисей чудеса творил и истинные. И волхвы творили воду в кровь. Ну вот Лидон Астапаной говорит, воду в кровь превращали. Посох тоже. Посох, да. Но они не смогли сделать, когда он руку засунул в пазуху и достал, и она была как у прокаженного больного. А потом снова засунул в пазуху и стала как здоровая. Этого они не смогли повторить. А змей и змеи это уже познатил. Да, змей Моисея, тех змей познатил. Тех змей познатил страшно. Ну и вот мне не совсем понятно, как различать чудеса истинные и чудеса ложные. Там и там явное чудо. Тебе зачем чудеса вообще? Я объясню. Потому что в последние времена будут люди превращены чудесами ложными. И вот я и спрашиваю, что значит ложными? Ложными в том смысле, что им не нужно верить, потому что это антихрист. Или что они ложные, потому что никакие это не чудеса, а просто фокусы. Лираж. Иллюзия. Иллюзия точно. Иллюзионисты. Они же не волшебники. Они делают иллюзию. Ну самолеты исчезают. Копперфилд в клетке его обракает на дно океана и потом достают пустую клетку вон там. Как он так транспортировался? А была такая передача, что? Вылез. Вылез. Телепортировался. Вот. А была такая передача, где книга я читала, где вот эти вот все фокусы описываются. Лихо. Ну так просто нас обдувить оказывается. А людям нравится ходить на эти фокусы почему-то? Потому что чудеса. Ищут все чудес. Ищут и чудес. Да. Нет, ну а духовные чудеса это хорошо. Но можно их искать. Я считаю. Приведи пример духовного чуда. Да, например. Ой. Пример духовного чуда. И где его найдут? У меня много чудес, например, со мной случается. Пошла за грибами. Говорю, Господи, вот веди меня к грибочкам. Сошла с автобуса. А у нас просто сместился. Да, сошла с автобуса, за одними грибами собралась. Тут тополя идти. А потом вот какое-то такое вразумление. Вот в тот лесок надо сходить. Пошла в тот лесок, а там грибочков столько. И такие грибочки прямо вот. Я их хотела. Мне их заказали. Но не чудо-чудо. Вот даже вот так. Супер духовное чудо. Да, это совсем не духовное. Нет, ну я просила. Я к Богу обращалась. Да, ясно, Бога. С маленькой буквы тоже Бог называется. Это Сатана. Он тебе может вообще город и грибов. Гору мужа и золото предоставить. Это все, это все не духовное. Ты же не просила, Господи. Пошли ты моему-то вот, Гришеньке, чтобы он уверовал, остепенился. Вот это, Бога, это духовное просишь. А когда ты грибочки просишь, это не духовное. Это не просите, говорит, всего этого вот житейского. А вы даже только подумали. И нужда какая большая во время войны людей была. И Господь помогал. И посылал святых, чтобы этим людям, которые не умерли. Они, может, не просили, а сердцем вот обращались. Нужда в этом. Дети умирают. Нужда. Вот. Он сам помогал. Даже не прося, он помогает. А когда ты вот так попросил, ты даже никому это не рассказывай. Тут написано, что... А я хвалюсь этим, Господа. Ой, это вот это вот, ты не хвали с этим даже. Вот смотри. Да. Елены ищут чудес. Ой, иудеи ищут чудес. А елены мудрости. Иудеям подавай чудо. Какое? Так даже Моисея, что просили? Ты нас завел, нам вот тут есть, пить нечем, воды нету. И он-то им и воду даже из скалы. Из скалы. В пустыне дал воду попить. Так они еще и потом роптали. А нам нужны куропатки. А мы мясо долго не ели. А мы чеснока не ели. Им вот это вот понадобится. Они всего чего просили. Тому, чего они потеряли и не имеют долго. Вот чеснока им не хватало. Вот как тебе нужно грибочков. Да ладно. Ну вообще, Степан, а можно я немножко поправлю? Вы сказали, что Господь сказал не просить. Он сказал, не заботьтесь. А просить имеет. Вот, ну пошла женщина, пусть попросила. Она попросила и оставила на волю Божию. Даже с теми грибочками. Ну Господь ее привел к хорошему месту. Она обрадовалась. Бога возблагодарила. Это ее работа. Работа. Она ее зарабатывает. Попросила и дала. Ты только тебе можешь подумать, только тебе Бог даст. Вот увидишь, тебе Бог даст. Просите сестры кроткого и молчавилового духа. Что дорогоседло для Бога. Только что сказала она. Всегда просила. Господи. Она не слышит. Явол такой. Она уже ссула. Ягодки были. А ее работа. Божьи бухи сильно. Просите кроткого и молчавилового духа, что драгоценно пред Богом. Это духовная просьба. Я вам точно говорю. А не болтайте, как Сорокина занятия. Прости господи. Строг с вами. А иначе нельзя. Ну мы же глухие. Половина глухих уже. Да ладно, глухие. Правило есть. Поподнять его руки и устроить базар. Ну прости, Сергей Николаевич. Прости, дорогой. Ну прости, я прощаю. Молимся, дорогой шумал. Молиться. Давайте. Тяжело сидеть на таких лавках-то. Моги, надо было уже, ты знаешь, мне как тяжело сидеть. Давай тебе мягкое кресло куки. Да нет, стул хотя бы. А мне вообще невозможно на стене. Что ты сам стал? Прости, поди Бога. Достойно и всякого истину, Божий Тетя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстрения Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Теревичае. Господи, благодарим Тебя за это занятие, За то, что вновь позволил нам собраться у ног Твоих. Дай нам все услышанное здесь запомнить, Раствори это верою. Дай силы исполнить. И пошли людей, с которыми мы могли бы поделиться этими знаниями. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.